Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя фишки, придумки, задумки в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки. И потому канал назвал Суб Эль. Сегодня серия, скорее всего, о стоке. Я расскажу, что я снимаю в режиме тревела, но в отпускном варианте. Это когда неделя, полторы недели, хочется и отдохнуть, просто побродить, посмотреть. А вот уже тревел, который порядка месяца-двух, конечно, его можно уже приравнивать к такой стоковой командировке. Там уже можно более направленно снимать. В маленьком тревеле, который неделя-полторы недели, отпускной вариант. Это в основном идут съемки по ходу, без подготовки. Конечно же, помимо стоков, интересно оставить кадры для себя, для истории. Потому это еще нужно будет и совмещать. Хочу рассказать, уже не первый раз встречаюсь с людьми, которые знакомятся со мной и узнают, что стоковый фотограф, ну, как в их представлении фотограф, что-то там как-то продает фотографии через интернет. Ну, наверное, в их представлении это выглядит, что я вот как в соцсети выкладываю и заказчикам продаю. Не важно. Дело в том, что они всегда задают такой вопрос. Ааа, ты, значит, снимаешь что-то такое красивое в путешествиях. Наверное, пейзажи, вот там, рассветы, закаты. И они так, прям как к поэту природы относятся. Пытаюсь им объяснить, что меня интересует несколько другая съемка. Я, кстати, о ней попозже расскажу. И есть категория фотографов, которые занимаются, например, заказной съемкой. Особенно, которые постарше фотографа. В их представлении фотографии для стоков, это такие лобовые решения из серии там. И у них такое пренебрежительное отношение, потому что, ну, как они снимают высокохудожественные свадьбы. Был у них опыт. Заслали фотографию. Она не продается. Ну, как, красивая невеста, дорогое платье не продается. Естественно, у них даже отвращение к этому виду бизнеса рождается. А особенно то, что, ну, фотография действительно одна. Одна покупка, то есть не фотография, а одна покупка стоит, ну, конечно, смешные деньги. Это как отчисление музыканту или композитору за одну прокрутку там на радио. Там же что же копейки идут? Ну, прокручивается песня хорошая не один раз, а очень много раз. Пытаясь рассказать людям, которые знакомятся в путешествии, чем я занимаюсь, бывает, привожу такие примеры, что вот мне сейчас интереснее снять не пейзаж, не рассвет-закат, то, например, вашу обувь, которая в грязи, она ли порвана, истерзана. В данном случае иллюстрация ситуации, погодной, природной ситуации. Сапоги принимают участие. Можно обсудить качество сапог. Опять же, это условная ситуация. Ноги в сапогах, в чем они одеты? Это уже можно отнести к медицине. Сколько моментов получается интересно. Ну, понятно, что небольшое недоумение возникает об этом принципе. Он понимает, что человек занимается такой практической съемкой, которая применяется. И для себя я делал какую-то условную классификацию фотографии, ну, во-первых, которую можно в тревеле делать, ну и в принципе, она не полная, но можно руководствоваться ей для себя. Опять же, это для каждого индивидуально. Пользуясь классификацией, удобнее отсеять или направить свое внимание на нужные сюжеты. Сейчас я нахожусь уже в закопании, в промежутках между катанием на лыжах и походом по горкам. Я записываю это видео и буду небольшое время уделять моим тревел-съемкам. Моя условная классификация того, что можно снимать в тревеле и в принципе для фотобанка. Ну, первое, для тревела хорошо, иллюстрация ситуации. Иллюстративная ситуация, иллюстрация ситуации. Картинка показывает ситуацию, которая происходит из-за коммуникации, например, людей, из-за природных каких-то коллапсов, аварийные ситуации. В принципе, может быть общение людей, атмосфера. Дальше, как раз по рассветам и закатам. Я для себя назвал как Unconditional Beauty, такая безусловная красота. Безусловную красоту можно и к природе отнести, и к людям, и к животным. И, там, может, к миленько расставленному кусочку интерьера. Если это миленько, и, ну вот, аж вау, классно, в конечном счете, как-то оно будет продаваться. Рекламный концепт или заготовка? Ну, как правило, все-таки это больше студийная работа. Хотя, можно это делать и в тревел-варианте. То есть, чистые, простые концепты. Может быть, тоже найду пример, их покажу. Но, как правило, это больше студийная фотография, когда фон не мешает происходящему, позволяет что-то добавлять, детали какие-то, тексты, модифицировать изображение. Безусловно, бэкграунды и всякие абстракции. Хоть их много, но все равно, в них есть определенная потребность дизайнера. Стоит уделять им внимание. Ну, и, конечно, также стоит уделять определенной подготовке этих абстракций к продаже. Но, об этом я умолчу. Для этого есть курсы у известных фотографов. Возможно, они приоткроют какие-то занавесы. Как текстуры подготовить правильно к продаже, абстракции. Опять же, нужно смотреть, как это будут использовать. Ну, вот такой, безусловно, неполный список классификаций, изображения, которые могут быть интересны. Ну, что ж, теперь я собираюсь в путь дальше. Снова в Краков. С губолувки, думаю, буду спускаться пешком, как и поднимался сюда. И буду что-то фотографировать. Может, какое-то видео даже поснимаю с учетом задействованности. Это на стоках. У меня на этом все. Пока!